Добрый день, с вами компания D-Micro. Меня зовут Эрик, я специалист по микроскопии. Сегодня мы начинаем цикл видео, посвященных стереомикроскопам. Поговорим о типах стереомикроскопов, их конструкции, рассмотрим возможности их применения. Мы постараемся сделать самый большой обзор, изучающий вопросы стереомикроскопии на ютубе. Поехали! Рад приветствовать вас в нашем демонстрационном зале. Сегодня здесь представлены стереомикроскопы практически всех классов и типов. Начнем с того, почему эти микроскопы называют стереомикроскопами и чем их основное отличие от лабораторных. Стереомикроскоп — это система, имеющая два оптических пути, изображения в которых отличаются. В лабораторном мы наблюдаем одинаковую картину в левом и правом окуляре. В обычной жизни мы видим предметы в объеме и можем с легкостью определить расстояние до них. Изображения, которые формируются на сетчатке наших глаз, всегда разные для левого и правого глаза. Анализируя эту разницу, наш зрительный центр создает представление о расстояниях до объектов, их объеме и перспективе. Стереомикроскоп по сути является продолжением наших глаз. Он позволяет взглянуть на предметы так, как мы привыкли смотреть на мир, сохраняя при этом объем предметов и демонстрируя их при сильном увеличении. Если в окулярах лабораторного микроскопа мы видим полностью идентичное изображение, то в стереомикроскопе оптические каналы наклонены под углом, так называемым углом стереоскопичности. В левом окуляре мы видим объект немного слева, а в правом немного справа. Итоговое изображение, формирующееся в наших глазах, получается объемным. Мы можем с легкостью определить расстояние до объекта и проводить микроманипуляции. Стереомикроскоп это незаменимое средство оптического контроля в различных сферах промышленности, медицины и науки. Он отлично справляется, когда нам нужно знать информацию об объекте с увеличением в среднем до 120 крат. На некоторых стереомикроскопах можно получить и большее увеличение, выше 400 крат, но большинство задач решаются в диапазоне примерно от 4 до 100 крат. Итак, в настоящее время существует всего три типа стереомикроскопов. Микроскопы, выполненные по схеме Гринул, микроскопы, выполненные по схеме Аббе, иногда еще называются CMO или Common Main Objective, что означает центральный главный объектив, а также безокулярные стереомикроскопы. Еще где-то рядом расположились так называемые цифровые микроскопы. О них мы поговорим в дополнительном ролике, хотя один из них стоит на нашем столе. Эти системы обладают схожим увеличением, часто решают одни и те же задачи, но относить их к стереомикроскопам не совсем корректно. Рассмотрим микроскопы, выполненные по схеме Гринул. Это самые популярные модели, встречающиеся практически в любой лаборатории и на любом производстве. Они обладают конструкцией с двумя оптическими путями, расположенными под углом, так называемым углом стереоскопичности. Они дают максимальный стереоэффект изображения и идеально решают задачи реставрационных мастерских, отделов контроля качества микроэлектронных компонентов, пайки, микросборки. Идеально как учебные микроскопы. Большинство моделей оборудованы унифицированным посадочным диаметром головы, позволяющим размещать микроскоп на различных штативах в зависимости от применений. Часто стереомикроскопы Гринул можно встретить как контрольную оптическую часть промышленного оборудования, к примеру, установки для отрыва выводов из двигокристаллов на микроэлектронном производстве. Про данный вид стереомикроскопов, их конструкцию, возможности дальнейшей модернизации, а также про подключение цифровой камеры мы подробно поговорим в нашем отдельном ролике, ссылку на который вы можете найти в описании. А сейчас продолжим дальше. Следующий класс оборудований это микроскопы, выполненные по схеме АББЭ. В основном являются исследовательскими системами, применяющимися в биологических лабораториях для работы с живыми клетками, клеточными колониями, а также материаловедения для детального анализа, где требуется оптическое увеличение порядка 100-150 крат. Оптическая система АББЭ обладает двумя параллельными оптическими путями с параллельным пучком хода лучей. Ее основное преимущество – возможность установить на микроскоп дополнительные модули, такие как флуоресцентный осветитель, АПТАВАР, дающий дополнительное увеличение, или коаксиальный свет, решающий задачи металлографии и инспекции полупроводников. У микроскопов АББЭ большое поле зрения. Они практически лишены аберраций, так как используют план-апохроматические объективы. Нередко в исследовательских центрах мы можем встретить стереомикроскопы АББЭ, укомплектованные моторизованными компонентами или микроманипуляторами для работы с живыми клетками. Основное отличие данных стереомикроскопов от систем, рассмотренных ранее, состоит в том, что они обладают большим увеличением, гораздо более качественной оптикой и большим исследовательским функционалом. При этом они, естественно, дороже. Основное применение микроскопов, выполненных по схеме АББЭ, это исследования, где важно получить предельное разрешение изображения. При этом угол стереоскопичности у них меньше, следовательно, для работы руками под увеличением они не совсем подходят, в отличие от стереомикроскопов, выполненных по схеме ГРИНУ. Про стереомикроскопы АББЭ мы подготовили подробный ролик. Он находится под ссылкой в описании, как и в прошлый раз. А сейчас поехали дальше. Нам осталось рассмотреть последний класс оборудования, это безокулярные микроскопы. Система производства Vision Engineering. Компания специализируется на решениях для визуального неразрушающего контроля, и их микроскопы выполнены на основе безокулярной технологии. В них нет привычных нам окуляров, а наблюдение ведется в оптический проекционный экран. Стереомикроскопы Vision Engineering представлены двумя основными моделями, это Mantis и Links. Они созданы для длительной работы под микроскопом без усталости глаз и шейного отдела позвоночника оператора. Позволяют сидеть за микроскопом с прямой спиной, наблюдая изображение в проекционный экран. Так же, как и другие системы, они могут комплектоваться различными штативами, камерами и оптическими аксессуарами. Системы Mantis обладают увеличением до 20 крат и являются универсальным средством визуального контроля при пайке в зуботехнической лаборатории и на производстве. Системы Links обладают увеличением до 240 крат и незаменимы на производстве печатных плат и микроэлектронных компонентов. Микроскопы Mantis обладают фиксированным увеличением, зависящим от установленных в него объективов. Вы можете выбрать любую комбинацию объективов, опираясь на ваши задачи. Например, для работах, связанных с пайкой, можно выбрать объективы 4 и 10 крат. На четверке будет достаточно рабочего расстояния, а на десятке удобно контролировать результат. Микроскоп Links обладает принципиально другой оптической схемой, в некотором виде похожей на схему ABBE. У него плавная смена увеличения от 6 до 60 крат, благодаря зум-трансфокатору. Рабочее расстояние, как и общее увеличение системы, можно менять, устанавливая на микроскоп различные объективы. Последней нерассмотренной сегодня системой остался цифровой, или как его еще называют, зум-микроскоп. Он обладает схожим увеличением со стереомикроскопами и часто решает те же задачи, при этом демонстрируя изображение на монитор. Сравнить его со стереомикроскопами я, конечно же, не буду, это разные классы оборудования. Подробно про эти системы, а также про безокулярные стереомикроскопы мы поговорим в следующих роликах. Не переключайтесь и до новых встреч!